Кому принадлежит Дом Божий? Странный, казалось бы, вопрос вдруг стал актуальным в набережных Челнах. Спор разгорелся из-за судьбы храма Георгия Победоносца около 37-го комплекса. Православные разделились на два лагеря. Одни уверены, что здание должно перейти в ведение Русской Православной Церкви, Казанской епархии. А вот другие считают, что больше прав у инициаторов строительства, принявших непосредственное участие. Тем более, что земля под храмом принадлежит им же, Братству Святой Троицы. Подробности у Яны Ушаковой. В Православной Церкви Георгий Победоносец – покровитель всех воинов. Поэтому в набережных Челнах приход святого великомученика Георгия Победоносца создали в 2002 году офицеры запаса. Пока возводили храм, службы проходили в обычном вагончике. Однако после завершения строительства ситуация в приходе не изменилась. Как и прежде, богослужения в приходе Георгия Победоносца проходят в обустроенный под храм железнодорожном вагончике. На протяжении десятка лет прихожанам приходится тесниться без малого на 30 квадратных метрах. По соседству высится капитальное здание храма. Его строительство уже на финальном этапе. Однако переселение в просторное помещение оттягивается. Причина тому – имущественный спор между Казанской епархией РПЦ и состоящей из офицеров запаса Челнинской православной религиозной организации «Братство Святой Троицы». Но не только имущественной. Мы хотим священника, кто ослужил армию уже. Здесь мы собрались люди с военным опытом. Нам почему-то присылают священников таких, которых называют без первого этажа, которые не понимают нас, мужчин не понимают. В приходе произошел раскол. То есть с приходом нового настоятеля одна часть людей стала агрессивно относиться к другой части. Это так же, как, например, Майдан. То есть называют их верить экономиками или расколонниками, или сектой православной. Сейчас большие разногласия с приходом нового настоятеля, отца Валерия. Очень печальная ситуация такая сложена, что спор, кто здесь хозяин. О конфликте сторон знают теперь и городские власти. Ведь эта тема обсуждалась на встрече духовенства с мэром в ноябре прошлого года. Тогда благочинный закамья протеерей Андрей Дубровин сообщил Наилю Магдееву о намерении епархии отсудить строение у «Братства». Для чего планируют обратиться в арбитраж республики. Храм строился на пожертвования людей. Пожертвования были от президента неоднократные. А человек встал в пузу и говорит, что не отдам, это будет частный храм. Однако иск до сих пор подан не был. Сегодня комментировать ситуацию в Казанской епархии отказываются. Однако в ходе беседы с ее прислужбой по телефону стало понятно, что церковь не одобряет деятельность местной религиозной организации «Братства» и продолжает настаивать на передаче храма в ведение Казанской епархии. Однако оппоненты не спешат расставаться с этим зданием. Уверены в своем праве. Прошлый год проверяли благочиня, проверила акт, проверила Министерство юстиции, проверила ревизионные комиссии. Но после этого была дана команда, чтобы не просто «Братство» построило храм и передать приходу епархии Казанской, а отобрать. По словам председателя, инициатором строительства храма Георгия Победоносца выступило именно «Братство» Святой Троицы. И потому оно настаивает на полной хозяйственной автономии, без передачи подворья. От епархии ждут только священника. Такого, который бы подошел по их критериям. На данный момент в храме проводятся только так называемые мирские службы, без священника силами самих прихожан. Тем временем здесь вовсю идет роспись алтаря. И само здание вот-вот ведут в эксплуатацию. Но кто в итоге будет его эксплуатировать и как – вопрос пока открытый.